Этого заседания городского парламента без преувеличения ждал весь город. На повестке дня главный вопрос. Кто придет на смену Алексею Хохлову, уехавшему в Госдуму, и станет новым мэром? Вопрос номер один поставили первым. Отбор соискателей начался 5 октября. Подать заявку и стать претендентом на главное кресло муниципалитета мог любой желающий. Была спроверована комплексная комиссия в количестве восьми человек. Одна половина ее была назначена губернатором ванной области Павла Алексеевича Конькова. Другая половина нами с вами на финальное заседание Думы. Было подано 4 заявки. От временно исполняющего полномочия главы Игоря Чебыкина, зампреда правительства Владимира Шарыпова, экс-мэра и ныне депутата областной Думы Александра Фомина, также от справедливой росы и предпринимателя Павла Попова. На первом этапе конкурсная комиссия изучила соответствие претендентов на замещение должности главы города Иванова, установленные квалификационными требованиями на основании и ставленных им документов и сведений. По результатам первого этапа все 4 претендента, Чебыкин Николай Витальевич, Попов Павел Геоминович, Фомир Александров Германович, Шарепов Владимир Николаевич признаны соответствующей установленным квалификационным требованиям. На втором этапе, который состоялся 31 октября, конкурсная комиссия провела личное собеседование с претендентами и на основе предоставленных программ развития округа оценила их профессиональные и личностные качества. Решили никого не отсеивать и всех четырех кандидатов выпустить на голосование. Правда, бороться до конца захотели не все. Александр Фомин на пленарное заседание не явился. Следом за областным законотворцем от шанса на высокий пост отказался Игорь Чебыкин. Заявляю о своем самоотводе и прошу по моей кандидатуре не признать голосование. Оставшимся кандидатам предоставили возможность рассказать избранникам народа, чиновникам мэрии и представителям СМИ свое видение будущего города. Я хочу, чтобы Иваново был городом, где удобно и приятно жить, работать, гулять в парках, отдыхать в новых интересных местах, растить детей, где людям хотелось бы планировать свое будущее и будущее их детей. СССР Павел Попов отметил, что свои идеи черпает из официального документа «Стратегии развития округа Иваново». Сказано о том, что нужно менять систему администрирования в городе. Сказано о том, что нужно менять вообще ситуацию в корне. Иначе наш город войдет в ту десятку городов, которые к концу века прекратили свое существование. Инновационные позиции в городе должны быть и инвестиционные, две вещи. Без этого город в следующий день не выживет. Представители фракции коммунистов от голосования за мэра пожелали отказаться. А единороссы свое решение приняли еще на заседании городского полицовета. Было принято решение голосовать открытым голосованием и поддержать кандидатуру Шарипова Владимира Николаевича на должность главы города Иваново. Решение было принято единогласно. Таким образом, 27 из 30 голосов получил Владимир Шарыпов. Коммунисты не участвовали, либерал-демократ воздержался. Шарыпов сразу пообещал собравшимся оправдать высокое доверие и наметил планы первых трудовых недель. Первые шаги – это, безусловно, прохождение топительного зимнего периода, связанное и с уборкой снега, и с безаварийной работой по ресурсоснабжению многоквартирных наших домов, частного сектора и так далее. Вот этим будем заниматься вплотную, чтобы население у нас сразу увидело работу. Сменит место работы Владимир Николаевич уже в понедельник, 7 ноября. С новым мэром будет заключен контракт на 2,5 года до истечения полномочий Городской думы 6-го созыва. К слову, Владимир Шарыпов – самый молодой ивановский мэр. Ему 32 года. Выпускник энергоуниверситета, обладатель степени бакалавра экономики и диплома инженера по специальности промышленная энергетика. Свою профессиональную деятельность начинал в коммерческих структурах. Прошел путь от инженера до директора Центра энергосбережения. С 2014-го возглавлял региональную службу по тарифам, затем профильный департамент. С 2015-го являлся руководителем комплекса развития инфраструктуры Ивановской области. Журналистам известен, пожалуй, как самый активный и открытый член регионального правительства. Быстрее всех Владимир Шарыпов взбирался на крыше домов во время инспекций. Сильнее всех старался на состязаниях ГТО для представителей власти. Его можно встретить на спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях. Успел Владимир Николаевич и стать звездой Первого канала, лично попробовав Улубский лучок. Уважаемые россияне, приглашаем вас на праздник лука. Так в рот положите весь лук. У меня рот-то не такой большой, как кажется на самом деле. Вы же чиновник, вы разговариваете, у вас рот размятый. Да, размятый. И обычно я всегда лук за щеку кладу. Также он снялся в клипе одной ивановской рок-группы. Два года подряд участвовал в дни отказа от автомобиля. Сначала до работы добирался на велосипеде, затем на троллейбусе. Городу, который позиционирует себя молодежной столицей, нужен именно такой мэр. Энергичный и позитивный. У меня, конечно, все средства массовой информации любимые, но родное ТВ – одно из самых любимых средств массовой информации.